Снимая видео про тренды осень-зима 2023, я и представить не могла, что оно станет настолько просматриваемым с учетом того, что у меня небольшой канал. Но с большим количеством просмотров я стала получать и больше комментариев и поняла, что зрители абсолютно каждое слово принимают за чистую монету. Если на подиуме были представлены вязаные трусы, значит в тренде ходить в одних трусах. Или Валентина представили галстуки, значит только этот аксессуар и будет в тренде. На самом деле тренды создаем мы с вами. То, что нам показывают на подиуме, это результат того, что мы с вами носим, но слегка в гиперболизированной вариации с акцентом на ДНК конкретного бренда. Но об этом я как-нибудь сниму отдельное видео. Всем привет, с вами Юля, я создатель бренда Julia F. И сегодня мы вместе с вами будем собирать гардероб на холодный сезон с нуля. Вдохновляться будем образами с Пинтерест, а искать одежду будем на Вайлдберрис. Возможно, на момент выхода этого видео какие-то вещи будут уже куплены, но это и не реклама, это пример того, как можно собирать гардероб на целый сезон. Также вам покажу, как можно применять знания о новых трендах и буду отталкиваться от собственного вкуса и своей внешности. Ну что, давайте начинать? Абсолютно в любом осеннем, особенно в зимнем гардеробе должны быть комфортные и теплые вещи, но обязательно ли это всегда только джинсы и свитерки? Я человек, который любит комфорт и нотки средневековья, корсеты, винтажные украшения. В принципе, мой бренд одежды и пропитан таким вайбом, и я чаще всего ношу свое. Поэтому мне вдвойне будет сегодня интересно составлять образы из другой одежды. И начала я с поиска образов в пинтерест. Я просто зашла в приложение и в поиске вбила осень-зима 2023 образы. И дальше уже скринила понравившиеся. Вот что у меня получилось. На первый взгляд может показаться, что общая цветовая гамма пастельная и нет ярких образов. На самом деле это может сказать только одно. У меня получилось собрать так много разных образов в вещах, которые где-то перекликаются и будто бы повторяются. А это значит, что из нескольких вещей можно составить кучу образов. Если открывать картинки и рассматривать более детально, сразу становится видно, что образы разные благодаря ярким акцентам и многослойности. Для дальнейшей работы я рассортировала картинки на осень и зиму. И, как видим, в подборке зима примеров меньше. Но там больше про верхнюю одежду, поэтому ничего страшного. Изучаем более детально осенние образы. Сразу выписываем куда-нибудь общие моменты. Брючный костюм, темный светлый, свитера, рубашки, юбка миди, короткая юбка, тренчка, суха, необычный верх, свитер с объемной вязкой, мохнатый пиджак. Разбор. Я знаю по собственному опыту, что если в гардеробе есть костюм в черном и в бежевом цветах, можно составить тысячу и один прекрасных образов. Бежевый костюм всегда выглядит очень дорого, свежо, а черный, элегантный, более серьезно, цельно и легко комбинируемый раздельно. Брюки очень важны в гардеробе. Они всегда добавляют статусности образу и чувство стиля хозяйки. Конечно, и с джинсами можно легко вообразить интересные луки, но джинсы носят все, и чаще всего хотелось бы какой-то индивидуальности. Если бежевый костюм может быть лаконичным, то черный можно поискать с какой-то изюминкой. Если есть возможность выбора и желание поэкспериментировать, вы точно не пожалеете. Образы с черным костюмом можно круто обыграть с помощью рубашки контрастного костюму цвета и водолазки в тон костюма. Либо подобрать две рубашки разного цвета и поиграть в многослойность. Тут очень важно хорошо понимать, какие цвета между собой сочетаются, чтобы не выглядеть нелепо, как светофор. Если затрудняетесь, мой лайфхак обратите внимание на природное сочетание. Природа создает естественную красоту. Где-то не такую яркую, песок, море, а где-то далеко неспокойную, например, языки пламени. Для большей сочетаемости одну из рубашек желательно выбрать из другой ткани. На картинке видно, как прекрасно сочетается матовая хлопковая рубашка с лоснящейся атласной. Этот слегка отражающий момент как бы условно разделяет матовый пиджак и матовую рубашку ближе к телу. В образе с бежевым костюмом все с точностью, да, наоборот. А также бежевый пиджак легко можно сочетать в образах с платьями и юбками миди. Черный, безусловно, тоже, но со светлым образ не такой мрачный, от этого более легкий и романтичный. Свитера. Обращайте свое внимание на необычную и более объемную вязку. И хорошо, если узор не только спереди, но и по спинке. В целом, такой образ выглядит гораздо дороже, даже если вы в тех самых джинсах. Да, такой свитер дороже, чем тонюсенький с вязкой по переду, но лучше купить один и сочетать с разными нарядами, чем под каждый низ приобретать разный свитерок. Если вы не смотрели мое видео, сколько стоит ваша одежда, посмотрите. Там я привожу настоящие примеры и показываю реальные цифры. Ссылка будет в описании. Итак, свитер. Образу можно добавить пикантности через аксессуары, в данном случае платок. Также, если мы все же говорим про объемный свитер, то посмотрите, как нежно он смотрится с короткой юбкой. В этом случае выбраны светлые оттенки и сумочка, и обувь в одних тонах тоже светлых, что очень освежает. Вот еще один образ с юбкой, но тут я вместо свитшота представляю свитер. Объемный свитер, юбка винтажного стиля и высокие ковбойские ботинки. Еще один образ, но уже с кашемировым свитером без узоров. Очень элегантный образ и очень дорогой. Я не про стоимость кашемира и вот этой вот сумочки, а про внешний вид. Посмотрите, если откинуть все бренды, девушка с хвостиком на голове, в одежде без принтов, благородных цветов, так еще и в кедах. Такой безузорный свитер можно применять в образе с уже имеющимися брюками и рубашкой. На него можно накинуть пуховую жилетку, например, кожаную контрастную, и посмотрите, какие все разные образы. Кардиган также найдет свое применение, например, с юбкой миди или шифоновой блузой. А можно поэкспериментировать с необычным крупной вязки и яркими цветами. Такой кардиган украсит любой образ и с обычными джинсами, и с шелковым платьем, а также будет поднимать вам настроение в серое пасмурное будни. В своем видео про тренды я рассказывала о новом веянии пиджак из вязаного полотна. Возможно, найти альтернативу по достойной цене будет сложновато, но сама идея заключается в том, что актуальными будут пиджаки из непривычного полотна. В пинтерест я нашла вот такой лук. Девушка в мохнатом пиджаке. Я даже сейчас подумала, что будет интересно смотреться пальто, только короткое, словно пиджак. Девушка одета очень стильно и по всем трендам, о которых говорилось в моем видео про тренды. Выбор цветовой гаммы. Серый и бежевый. Ботинки и контрастные носки. Повязка на голову. Необычный пиджак. Кайф! Я себе точно буду такой шить, а если вы тоже хотите, пишите мне в директ в инстаграм. Правда, к такому образу наша короткая юбка в винтажном стиле не подойдет. Сюда нужно либо простую мини, либо короткое вязаное платье, в принципе, как и на референсе. Как самая стандартная верхняя одежда, тренч. Классический выбор, бежевый цвет. Но я настоятельно рекомендую искать необычный вариант. Интересные рукава, спинка в складку. Очень интересно выглядит многослойный образ, когда поверх тренча накинута объемная косуха. Вроде бы мы с вами все образы обсудили, остались аксессуары и обувь. Я не тот человек, который уделяет большое внимание аксессуарам, но и такое бывает. Поэтому я бы присмотрелась к чокеру с цветком, который любому образу добавит романтичности и шарма. Галстук, который я ввожу в свои образы уже не один год, я бы также рассматривала для приобретения. Этот аксессуар, как многие думают, только для мужчин и только для офиса. Лично я так не думаю. Я легко могу пойти в нем на прогулку или в кинотеатр. О галстуках от Валентина я также упоминала в видео про тренды, так что этот акцент очень освежит образ и сделает его более актуальным. Самое внимательное разглядели в моих референсах кожаную баску. Я очень люблю такие акценты. Очень классный образ может получиться, если надеть объемный пиджак от бежевого костюма на вязанное короткое платье с референса с мохнатым пиджаком, обуть ботфорты в тон пиджака и на талию добавить кожаную баску. Либо выбрать баску и ботфорты в одном цвете. Ремень обязателен брюкам. Это под джинсом многие его не носят, а между прочим, зря. Из сумок я всегда за качественную классику. Пусть у вас будет одна, но очень добротная, качественная, классическая сумка в черном цвете, без всяких стразиков, смайликов и всякого прочего. Она точно под все подойдет. Если такая уже есть, можно рассматривать вариант с приобретением сумочки в каком-нибудь бежевом или коричневом цвете. Если и такая уже есть, тогда смело можно экспериментировать и брать голубую или зеленую. Но мой вам совет, даже если сумка яркая, выбирайте качественную. Если нет средств, возьмите к образу свою черную сумку, а яркий акцент создайте красной помадой или необычным чокером. Если вы одеты красиво и стильно, то дешевая сумка из дермантина испортит весь ваш образ и мнение о вас. Обувь. Как и с сумками, начните с самой подходящей подо все. Например, черные ботинки выше щиколотки. В одном из образов я упоминала о черных ботфортах. Они отлично будут смотреться с юбками мидии, когда голенище будто бы утопает в подоле. Лоферы у Оксфорда Дерби, Мэри Джейн. Очень интересно с юбками мидии под белые носочки. Если у вас уже есть похожая обувь, в гардероб можно добавлять ботинки трубы ярких цветов, ковбойские сапоги и даже ботинки со змеиным принтом. В зимних образах добавляется верхняя одежда. Я не очень люблю пуховики, особенно в сочетании с джинсами. Как все, но если этот вариант вам близок, сделайте акцент ярким шарфом. Я бы обратила внимание на дубленку, короткую, длинную и шубу из меха Тедди. На повседневная это плюшевая шуба, более выходной образ в дубленке. Ну и классика пальто в трендовом сером оттенке. Чтобы выглядеть не уныло в итак серые осенние и зимние будни, добавьте светлые брюки и белые кроссовки. Из зимней обуви вместо надоевших ук можно использовать дутики. Вроде бы все обсудили. Настал момент истины. Найдем ли мы то, что нам нужно на Wildberries и будет ли это красиво, качественно и недорого. Перед поиском я составила список нужных вещей, чтобы искать только их и не тратить свое время и деньги на те вещи, которые можно было бы не покупать. Список продуктов составлен в гоу-магазин. В поиске бежевого костюма старайтесь избегать облегающих брюк. Слишком широкие тоже будут не сильно универсальными, а вот пиджак ищем объемный и слегка удлиненный. К моему глубокому сожалению, костюмы, которые мне нравятся визуально, по составу содержат полиэстер. А я так разбалована хорошими тканями. Ну, в итоге я вместо бежевого нашла такой светло-коричневый какао из ангоры. С черным костюмом та же история. 60% полиэстера, но зато очень необычный пиджак. Я решила поставить фильтр на вискозу, шерсть и хлопок, но в результате все равно попадались примеси полиэстера. В описании, где перечислены материалы без цифрового показателя, я сразу закрываю. Юбку я сначала хотела как на референсе, плесе, и нашла даже по очень хорошей цене. Такая летящая юбка часто из полиэстера, а у этой 45% вискозы даже есть. Но после я нашла вот такую крутейшую джинсовую, и я влюбилась. На сайте представлены разные цвета, но особенно ярко и свежо смотрится именно в небесном голубом. Состав шикарный, 100% хлопок. Черная рубашка. Тут я думала, быстренько найду и отсортировала от дешевых к дорогим, ведь черная хлопковая рубашка за 20 белорусских рублей такая же, как и за 120. Как я ошибалась. Теперь я понимаю, почему большинство ходит в рубашках с какими-то рисунками, стразиками, с пуговицами на рукаве. Хочешь за 20-30 рублей рубашку, пожалуйста, на тебе приталину и со старомодным низом. Либо все хорошо, но с никому не нужным рисунком, либо все идеально. Но это 100% полиэстер. Нашла хлопковую с 2% эластана. Для того, чтобы она смотрелась объемнее, предлагаю взять на размер больше. Вместо серой блузы я подобрала вот такую. В принципе, очень даже материал искусственный шелк. Сложно найти и свитер достойный. Показывает вот это. Но я не сдаюсь. Я нашла один прикольный свитер с хорошим составом и узорами по спинке тоже. И второй вариант с менее привлекательным составом. И на спинке узоров нет. Но этот свитер более объемный, поэтому в свой список добавляю именно его. На моем референсе девушка одета просто, но не дешево. Об этом нам говорит как минимум бренд сумки Селин. Ее одежда в лаконичных цветах, простого кроя, но я уверена, очень качественная. И с хорошим составом. Это даже визуально видно. Для того, чтобы нам не ошибиться в покупке похожего свитера на Вайлдберрис, мы должны обратить внимание на горловину свитера. Тут есть стойка, но она не опущена. Крой свободный, прямой, свободные манжеты рукава, а сам рука спущенный. По загибам видно, что материал плотный. Вот что-то похожее нам с вами и нужно. Не знаю, оцените ли вы мои старания, но я пыталась найти вариант с максимально лучшим составом и по самой низкой цене. В поисковике ввела свитер с горлом кашемировый и отфильтровала от дешевых к дорогим. Конечно, и за 40, и за 80 белорусских рублей я видела по виду и цвету подходящие модели, но, почитав описание, тут же закрывала. Я вам советую вообще не покупать свитера, где есть хоть капля акрила. Да, такой свитер недорогой, но уже после первой стирки он будет визуально выглядеть по-другому и каждый раз будет меняться в худшую сторону. Единственное, что не попадает по референсу, тут есть узкие манжеты. От этого общий вид совсем не такой, как мы ищем. На минутку, само по себе изделие хорошее за такую цену, 53 рубля, сказка. Но так как мы хотим купить не просто свитер, а тот, который будет сочетаться и с остальными выбранными образами, он нам не очень подходит. Следующий немного дороже, в составе нет акрила, но не указаны проценты. Чего больше? Шерсти, кашемира, хлопка. Это важно не для первого вида при покупке, а чтобы понимать, когда появятся на одежде первые катышки. И появятся ли вообще. Этот вариант самый дорогой. 132 рубля. По составу снова без цифр, но по перечислению материалов без акрила. Правда, я не совсем уверена, что в одном свитере может быть и кролик, и альпака, и махер, и шерсть, и кашемир. Последняя модель чуть дешевле предыдущей. А по составу 80% кашемира. Акрила нет. И по стилю подходит. Единственное, я бы зашила разрезы по бокам, так вещь будет смотреться дороже. С юбкой вообще приключилась беда, я не нашла альтернативы. Пришлось отталкиваться от соображения, что в ней должен быть интересный подол, чтобы необычно торчать из-под свитера. Вот что я нашла. Первые две из 100% хлопка. Последняя юбка уже заезженная модель, как по мне. Я дизайнер из небольшого города, и даже тут другие дизайнеры уже не один год предлагают подобную юбку, поэтому насмотрелась, хочется чего-то нового. Мне очень нравится первая юбка, но сама по себе. В образе со свитером вся ее красота будет спрятана, поэтому выбираю вторую. Вязаное платье. Я нашла такое обалденное. У моей мамы когда-то такое было шерстяное. Меня так триггернуло, даже настроение поднялось. Но, к сожалению, на Валберис это платье по составу одна сплошная синтетика. А жаль. Вот еще одно простое, но с прекрасным составом. Кашемир, шерсть, хлопок. И вот еще одна находка, которая меня приятно удивила. Если верить описанию, то платье из вискозы и тенсила. Тенсил это материал из сырья натурального происхождения, созданный искусственным путем. Производство тенсила высокотехнологичный, экологически чистый процесс. В своем видео про одежду будущего я рассказываю про альтернативные материалы для разработки тканей, типа кожа из яблок, шелк из грибов. Посмотрите, ссылка в описании. В общем, если верить описанию, то я бы взяла вот это платье. Необычный кардиган с крупной вязкой я так и не нашла, только вот такой в стиле Шанель. А вот мохнатый пиджак мне найти удалось. Но поиск был не из легких. Вот что чаще всего попадалось на глаза. Это первый жакет, который я сохранила, только из-за того, что он стильный, он вне времени. И принт гусиная лапка очень хорошо сочетается со многими вещами. И этот жакет отвечает запросу «Махнатый пиджак». Каково было мое удивление, когда я прочитала состав. Хлопок и кашемир. А вот жакет, который явно очень похож, но отзывы о нем плохие. Мол, чистая синтетика, ткань на ощупь похожа на плед. Если честно, то я не понимаю людей, которые это написали, так как по фото это и так видно, если разбираться в тканях или хотя бы читать состав. Никто не обещает, что это кашемир или шерсть. И вот жакет, который я нарыла. Это прототип тех, которые представляли модные дома на подиуме. Пиджак из вязаного полотна. И пусть этот зеленый цвет не в тренде, его не было на подиумах. Он очень натуральный, приятный и будет прекрасным акцентом. Но так как я создаю гардероб, а не выбираю конкретные вещи, то мне нужно взять менее яркий цвет. Более того, я хочу подражать референсу, поэтому возьму предыдущий вариант. Жилетку достойную найти было очень сложно. Многие модели старомодные, так что я даже и не рассчитывала найти ее в бордовом цвете. Вот такую нашла. Ботинки в стиле Мартинсов подойдут ко многим образом. Главное найти свою модель. По массивности и громоздкости я выбрала такую пару. Вот еще одна модель, которая привлекла мое внимание. Тут есть каблук и голенище не такое короткое. Если бы была платформа и короткое голенище, обувь смотрелась бы старомодно. Из ботфортов подобрала две разные модели. Каждая прекрасно по-своему и актуальна, но так как я в этом видео собираю гардероб, то логичнее выбрать ботфорты на каблуке после Мартинсов. Галстук предлагаю глянцевый выбрать. Повязку на голову советую хлопковую, так как она близко к лицу. Из басок нашла такой вариант из натуральной кожи, но он очень простой и невнушительный. С таким аксессуаром вы будете выглядеть скорее нелепо, чем стильно. Следующий вариант из искусственной кожи, но уже более-менее похожий на стильный акцент. И вот самая подходящая вариация. Только если предыдущие баски стоили 50-60 рублей, то это все 400, а по составу дермантин. Чтобы выглядеть стильно и дорого, при этом не тратить свои деньги на непонятно что, предлагаю вам рассмотреть другую версию украшения портупею. В тренче 50% хлопка, и я бы выбрала тот цвет, который на афроамериканке. Косуху я советую брать объемную, так как в образе с тренчем ее надевают сверху. Чтобы чувствовать себя комфортно, важно не зажимать зону рук и плеч. Шуба из меха Тедди. Мой совет, выбирайте ту, что с более грубым ворсом. Так вы не будете выглядеть, будто бы в пледе. Выигрышнее всего смотрятся простые и лаконичные модели. Однако я когда-то шила шубу из такой ткани в духе средневековья. Такая шуба может стать изюминкой в вашем гардеробе. Но такие вещи очень трудно найти в масс-маркете. Поэтому, чтобы не переборщить, лучше выбирать лаконичный фасон. Из дубленок выбрала эти две. Почитала отзывы. Первая укороченная, вторая подлиннее. И я бы выбрала именно ее. Пальто мы ищем на зиму. И желательно, чтобы ткань была плотной. Не выбирайте 100% полиэстер. Даже если в ткани его 50%, вы будете выглядеть так, будто бы укутались в одеяло. Вот как в этих случаях. На одной из них еще и цена прикольная почти 700 рублей. За что? И вот две модели хорошие. И по составу, и по фасону, и по цене. Если бы выбирала просто как отдельную вещь, то купила бы пальто слева. Но опять же, так поступать нельзя. Так поступают многие. И накупив таких разных вещей, в шкафу для них потом нет места. А надевать опять нечего. Поэтому выбираю правое. Оно прекрасно подойдет ко многим образом. Присматривая классическую черную сумочку, не выбирайте из мягкой конструкции и из такой кожи с явным узором. Не знаю, как это называется. Такая сумка добавит вам возраста. А также не покупайте сумку на шлейке тряпичной, будто бы из жаккардовой ленты. Такие фасоны смотрятся не классически, не спортивно. Вот несколько, на мой субъективный взгляд, удачных моделей из натуральной кожи. Но если вы очень хотите классическую сумочку, неважно из чего, и не хотите тратить много, вот недорогая альтернатива. Правда, послужит она вам, возможно, год. Со временем углы на сумке начнут облазить, и фурнитура станет терять свой цвет. Но по отзывам вроде бы сумка неплохая. Прошлой зимой из обуви прогремели дутики, и самые смелые модницы сразу приобрели себе их. Если у вас таких еще нет, смело покупайте, так как они точно будут самой актуальной моделью этой зимы. Шарф нашла из вискозы, шерсти и кашемира за 50 рублей. Это очень круто. Я бы взяла в однотонном синем цвете, он может стать очень гармоничным акцентом. Чокер на шею в виде цветка предлагаю в аккуратном небольшом варианте. Его легче сочетать и внедрять в образы. Большая роза часто выглядит как перебинтованное горло. Такая версия идет не каждый, поэтому подход к такой покупке более индивидуальный. Так как мы выбирали обувь в черном цвете, ей под стать должен быть и ремень. Я люблю статный аксессуар, поэтому подобрала вариант из натуральной кожи. Это мужская модель, и она мне нравится тем, что в ней лаконичная пряжка. Строгая классика, сказала бы, но это и привлекает. Такой аксессуар подчеркивает ваш статус, а не просто талию. Собственно, вот что у меня получилось. Вы скажете, слишком бежево или слишком тускло? Возможно, но я искала вещи по референсам, те, которые нравятся мне, и те, которые я бы сама купила. Если вам не нравится цвет или фасон, пожалуйста, выбирайте то, что нравится вам. Я на этот шопинг потратила несколько дней и поняла, что достаточно сложно найти хорошие вещи, даже когда знаешь, что искать, как на примере рубашки. Оказывается, это проблема найти черную рубашку из хлопка, актуального кроя и по доступной цене. А вы пишите в комментариях, как вам результат. Надеюсь, я вас вдохновила, была вам полезной. Всем прекрасного настроения и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok